Организационная часть Итак, коллеги, сегодня у нас второе заседание в этом учебном году Тема «Ударные акустические волны микропузырьковых средств. Теория экспериментации» Это один из тех редких случаев, когда у нас докладчик настоящий экспериментарь Потому что как-то чаще у нас здесь все-таки бывают теоретики или вообще математики И еще более странные люди вроде приходят Значит, Василий Евгеньевич Великодный, он заведует лабораторией физико-химической гидродинамики Ассекута, преподавая механика, скажем, на руках, скажем, скажем Значит, сейчас походу настраивается компьютер Я, как обычно, еще есть для записи присутствующих И скажу несколько слов о организационных вопросах В первую очередь для тех, кто думает, не сдавать ли в конце по этому курсу зачет Значит, как было уже сказано, для того, чтобы сдать зачет Надо удовлетворить два пункта из некоторого набора И, в частности, там основной вариант предполагается, скажем, посещение и реферат Так вот, я рекомендую сразу после того, как доклад кончается Тому, тем, кто хочет по этому докладу сделать реферат, как-то сидит заявитель И, соответственно, тут же договариваться с докладчиком о том, как с ним можно сфертировать, чтобы потом он этот реферат одобрил или не одобрил, или как-то скорректировал Значит, вот доклад кончится, я задам вопрос Есть и желающие по этому докладу сделать их Кроме того, можно, опять-таки, не дожидаясь, покуда будут сделаны все доклады в течение учебного года Начать делать реферат по докладу, который был в прошлый раз Это тоже возможно Есть где-то штук 17-18 видеозаписей прошлых семинаров В принципе, можно, вооружившись этой видеозаписи, это видеозаписи любого семинара, который был записан, я могу вам скинуть Можно сделать доклад по одному из этих семинаров Но тут надо заявляться, потому что если вы заявляете, что вы хотите сделать реферат по такой-то теме, то эта тема за вами резервируется Второму человеку эта тема уже не доступна И в течение, скажем, определенного срока, скажем, месяца, вам надо какую-то активность продемонстрировать, хотя бы план представить, что у вас там будет Если вы в течение месяца, скажем, активность никакой по выборной теме не демонстрировать, тогда можно уже будет эту тему предложить кому-то другому Чтобы все-таки вы не тянули до последнего момента Потому что если вы будете тянуть до последнего момента, мы соберем с вас там десяток фальтурных рефератов, которые вы в последний день кое-как согласуете с докладчиками, кое-как пропихнете через меня Ну и кому это надо? Все-таки хочется, чтобы в итоге получилось что-то, что не стыдно будет вывести себя на страницу Далее, вчера, во вторник, 15-го числа, мы начали семинар в первой школе Значит, если кто хочет, то, опять-таки, по этим семинарам можно точно так же делать рефераты и сдавать их на общих основах Известна уже тема следующего доклада Кому интересно, будете уходить, вот тут лежит пачка объема Так, Ханского вопроса Значит, как тут стыдно сказать? Ну, вроде техники, давайте, может, я начну... Ну, мы пока... Пока рассказываем, что вы что-то про лабораторию, какие-то общие слова, что мы можем сказать Ну, наиболее интересное в теоретическом и фундаментальном плане и фундаментальном плане является задача исследования ударных фон, технических фон в антирогидных средах, в частности, микропузырьковых средах Ну, чем эти среды интересны? Мой учитель, входил в Клюминск, предлагал в свое время микропузырьковые среды Ну, считать, как неким фазом новым состоянием вещества Чем это обусловлено? Ну, вот, казалось бы, газовый пузырек и жидкости, да? Вот жидкости, допустим, скорость там, ну, считаем, полтора километра в секунду звука В газе 330 мм Ну, казалось бы, смешал газ и жидкость в пузырьке, должно быть нечто среднее А получается, что при объемном газосодержании, ну, 50%, то есть 50% газа в виде пузырьков и остальной жидкости Получается скорость порядка 23 метров в секунду Что это дает? Это открывает, открывает новые возможности для химической технологии в разных аспектах То есть получается очень мощная ударная волна Смотрите, здесь скорость у вас, допустим, есть параметром подобия Я, ну, рассказываю, может, некоторые не знают, что такое ударная волна Ударная волна, это резкий скачок, давление, плотность, температура Ну, да, что там? Ну, на небольшом производстве пространства Ну, да, есть, в газах И жидкость это порядка нескольких дней свободных пробегов У вас во много раз увеличится дотность Ну, допустим, газа в 4 раза, там, в 6 раз, если было атомный Ну, и увеличится температура Ну, в пузырьковых следах то же самое При распространении ударной волны Локально, в пузырьке, температура может увеличиться в десятки, сотни раз То есть, фактически, жидкость у вас, вода, холодная, а газ находится там, получается, плазма На этом основном, вот вы слышали, ядвение сонной люминесценции То есть, это свечение в кавитационных пузырьках При обработке ударных волны светится, как бы, в жидкость Ну, светится не сама жидкость, а те пузырьки, которые находятся в жидкость Ну, собственно, мы недавно проводили, в нейчились статья Проводили испытания на Западе Обрабатывали серную кислоту акустическими волнами Ну, и получили температуру, как бы, зафиксированную Одиннадцать тридцать градусов в кузырьках То есть, окружающее пространство, там, кислота серная, холодная А локально в кузырьке одиннадцать тридцать градусов То есть, происходит киодизация Ну, собственно, на этом основаны все, ну, многие процессы Ну, в химии, в механике, внешней переработке То есть, мы обрабатываем внешнюю гетерогенную смесь ударными волнами Локально она температура большая, там, в зависимости Интенсивность волны выбирается для, допустим, каждого процесса И локально у нас реализуется большая температура И, естественно, идут физико-химические процессы И локально, хотя жидкость находится, собственно, в холодной Ну, в общем, я вот покажу, что скорый звук В такой среде гетерогена определяется давлением Плотность и объемное газосодержание Ну, если вы посчитаете Объемное газосодержание 50% Входность, например, жидкость В тысячу килограмм на метр Кублический давление То есть, вы поможете 20 км в силу А сколько, как обычно, ударный волк создаётся? Ударный волк создаётся Ударный волк по-разному создаётся Либо пробой разряд Либо механический привод Обычную пробую Как я создаётся Либо, можно, механический привод И запуском Сознать здесь Дверь То есть, в общем, вот так Как тут Ехать войти А, вот сюда, да? А, вот сюда, да? А, вот сюда, да? Что нужно? Включено? Так Ага Вот, конечно Ну, в общем Есть там что-нибудь? А, вы подключите А, тут компьютер Ну, тогда подключите Ну, в общем, за этим делом стоит так Глубокая теория То есть, собственно Нам нету как-то такого Так сказать, описывать ударные волны Ну, на основе двухшидкостной модели Было в начале цепочном отслеживом И там Нету там В России В России в 42 году Там, ну, эта работа была закрыта А затем Видео выхода нет Видео выхода нет Видео радио Нету, конечно Представляете Вот это компонентное подпись Могу на флешки перенести А? Да Ну, слушай Вот я такую Слэшку принес Я же там Не работаешь? Значит, надо Слэшку принести Давай На флешку принеси Давай На флешку Есть у вас флешка? Ну, что там Ну, что там Ну, что там Ну, что там Ну, там Ну, там Презентация 2009 МФТИ Ну, за этим стоит так глубокая теория То есть, практический двухшидкостная модель Описание ударной волны Ну, впервые двухшидкостная модель Вот В историю Была предложена Ландау Здесь работа В свое время Для описания Гелий-1 Гелий-2 То есть, практикучески Гелия Ну, затем Эта модель была использована Тамом Потом Гоксмитом В 1952 году Для описания Структуры ударной волны Ну, эту же модель Мы использовали Для описания Структуры ударной волны Я это сказал теоретически Для Описание Описание Структуры ударной волны Ветерогенной среде Пузырьков Ну, это задача Такая нередмейная И в лечайшие случаи Вы представляли Вообще В физике жидкости Где вязкость Находится Очень немного задач Решено Аналитически Это есть Задача Отпекания Погранслоя Пластины Конуса В лечайшие случаи Когда удается Квадратура Решить задачу Ну, собственно Была решена Эта задача В квадратурах Это позволило Варьировать Параметры И выбирать Ну, всегда Аналитическое решение Оно ценится тем Что там Видно физика Легче Разглядеть физику И позволило Найти те параметры Про которых Вот эти Процессы Ударно-волновые Будут наиболее Сильно влиять На химию Ну, собственно Я Я Второй части Доклада Пока Тут Время Чтобы не теря Ну, нами Были разработаны Устройства На основе Обработки Ударными Волны То есть Ударные Волны Генерируют Разряд То есть Это устройство Вот такое Ну, собственно Устройство Здесь У нас Оно Здесь Коток Здесь подводится Полистая Эмпрана Здесь Пузырьки А здесь Выводится Обрабатывание Здесь подаётся Ну, загрязнённая Жидкость А здесь Выводится Обрабатывание Жидкость То есть Для чего Такие устройства То есть Разряд Обрабатывает Пузырьковую среду Если вы Знаете из математики Если взять Большой шарик То И взять Тот же объём Но Шарики маленькие То есть Пузырьки маленькие То есть Микронного размера То поверхность Эффективно увеличится Там миллионы раз То же самое Мы здесь То есть Мы сделаем Непропузырьковую Смесь А разряд Объёмно-диффузионный Он горит На поверхности Раздела Газ-жидкость Вы представляете Какая огромная Поверхность Обрабатывается Одновременно Электрическим разрядом Причём Разряд Характерно горит На поверхности Раздела Газ-жидкость Если жидкость Холодная Газ вроде тоже Горячий Но не сильно А в основном В паровой подушке горит Этот разряд И плёнка Жидкость Обрабатывается Одновременно Аромная поверхность Этим разрядом И в разряде Реализуется Антрофиолетовое излучение Ударные волны Ударные волны За счёт Пробоя стримеров То есть стримеры Распространяются Километр До пяти километров В секунду Эти ударные волны Если допустим Обрабатывать Биологически Загрязнённую Жидкость Допустим Там микробы Различные Примеси Там рачки То фактически Эта жирность Разрывается На части И сгорает Там температура На поверхности Раздела Фаз От трёх до пяти тысяч градусов Светит Ультрафиолет Одновременно Обрабатывается Ультрафиолетом То есть это идеальный Терминатор Для уничтожения Как сказать Патогенных Микробов Вирусов И живности Которая переносится В властной любовь Да То есть это чем ценность Что Проблема В таких А А Уф-3 В 2000 В 2000 В 2000 В 2000 То есть Одно из проблем Может вы по телевизоре Слышали Это Инвазия Вот Бассейн Чёрного моря Наверно Чёрный грибневик Слышали Он завезён То есть Вот если допустим В одной акватории Море Есть некая живность Который У неё есть Естественный конкурент Если допустим А Трюм Вот Допустим Корабли Там Танкеры Или там Други корабли Когда перевозят Груз Ну это понятно А назад Чтобы корабль Не перевернулось Чтобы плавочек было достаточно Загружает Балластные воды Специальный объем Чтобы посадка была Достаточно Когда он приезжает В другую акваторию Океана Вот это Естественно Раньше сливали Эти балластные воды И таким образом Чёрное море Был завезён Это чёрный грибневик Который съел Весь планктон Естественно погибли Эти ценные породы Рыбы там И животных Вот Также заражён сейчас Акватория Ажовского моря Естественно Каспийского моря То есть Распространяется И уже Его миллионами тонн А это Ну мы фактически Разработали На основе Микробузыковой технологии Реакторы Которые Фактически Очень эффективно Обеззараживают Эти Балластные воды Ну и Вам наверное Больше всего Интересна физика То есть Физика состоит в том Что Разряд Горит Объёмно-дифульсионный На поверхности раздела База Газ Жидкость Поэтому Если Пузырьки Мелкие Эффективная поверхность Огромная Получается Вот Поэтому Получается Очень эффективнее То есть Фактически Второе Применение Это Разработка Користых топливов Активированных Користых топливов Ну известно Что Ну я просто скажу Может что знает А что не знает Что горение Углеводородных Топлив Тем быстрее Чем больше Радикалов Или там Продуктов И то есть Продукты Горения Являются Катализаторами Горения Углеводородных Топливов Ну Нами было Разработаны Некие устройства Есть проблема Что Есть промоточные Двигатели Которые работают Эффективно Начиная с Маха 6 Мах Это отношение Скорости Движения Скорости звука Эффективная работа КПД очень высокая Начиная с Маха 6 До Маха 15 Есть идея Там сделать гиперзвуковой самолет Который бы Выходил в космос И затем Садился На поверхность Здесь Ну Мах 6 Надо же разогнаться До этой скорости Так Поэтому Турбореактивные Двигатели На которых Можно стартовать Прямо с земли У него уже кончается Ресурс КПД снижается К нулю При Махе 3-3,5 Ну 3 это максимально Получается Мертвая зона Где-то между Тремя И шести Махами Вот Ну и В общем то Эта проблема Стоит Создание Широкодиапазонного Гиперзвукового Прямоточного Двертеля Либо комбинированной Системы Чтобы Перекрыть эту мертвую зону От трех Махов До шести Ну Нами собственно Была проведена работа Создание Вот таких Двухконтурных Прямоточных Двертелей На основе Вот этой Мегапузырьковой технологии В чем идея состоит Ну идея состоит в том Чтобы насыщать Топливо Микропузырьками Но проблема Там была технически Достаточно Сложная То что Есть Понятие Я может не сказал Что если В трубке Пузырьковая среда Движется Пузырьки То При превышении 30% Объемного Газосодержания Объемное Газосодержание Это Отношение Объема газа К объему Если превышает 30% То пузырьковый Режим Переходит в поршневую То есть Происходит Квазифазовый Переход У вас Мгновенно Практически Вот идет Одновременно Жидкость Вот так раз Жидкость раз Вот Пошли хлопки Получается То есть Уже Естественно Не о какой среде Такой Пузырьки Говорить нельзя Вот А Все Вот Отлично Ну Я так как теорию Вам рассказал Я единственное Вам покажу Очень интересную картинку Это Сейчас Отношение Я Останавливаю Время Отношение Диаметр На пузырьках Толщине Ударной волны Вот Решение Было Аналитическое Найдено Вот Этой Задачи Даже Такой Простой Задачи Плоская Ударная Волна Достаточно Сложно Решать Эту А это Найдено Аналитическое Решение Смеси Ну Конечно Не во всем диапазоне Но Для самого интересного Диапазона Объемное Содержание 0,2-0,9 Было Аналитическое Решение Как раз Наиболее интересный Диапазон Когда Объемное Содержание 0,5 Это Скорость Звука 23 метра В секунду Я вам сейчас Немножко Форум Напишу Вот Температура В пузырьке Она определяется Скорость Распространения Ударной волны На скорость Звука Ну Вот Если Скорость Распространения Ударной волны Ну Это Скорость Звука 23 метра в секунду Если умножить на 300 Посчитайте Сколько Может быть Температура Коллапса Пузырька Вот Ну Собственно Было Найдено Решение И вот Вы смотрите В каком Широком диапазоне Ширина Если В зависимости от Объемного Задержания То В каком Широком диапазоне Меняется Ширина Ударной волны То Мы Фактически Можем Ударную волну Получить Ударная волна Ударная волна Не взятая Волна сжатия То есть Намного превышающая Характерные Размеры устройства Либо Ладно Я просто Расскажу Я потом Презентацию Оставлю На сайте Либо Ударная волна Толщиной Несколько Диаметров Пузырька Вот Если Толщина Ударной волны Это Фактически Резкое изменение Параметров Плотности Температуры Определяется Длиной Свободного Пробера Служит Диаметр Пузырька Тоже очень интересно Ну Собственно Вот Получается Так Что Мы можем Варьировать В широких Диапазонах Ширину Ударной волны Задавая Объемное Содержание Пузырьковой Смеси Таким образом Мы можем Осуществить Симметричное Обжатие Пузырька Ну вы знаете Что Во многих приложениях Можно Если симметрично Отжать Пузырек Без Тогда Неустойчивость И не реализуется И тогда Можно получать Высоту Температуры Это вот Такие Теоретические Вещи Вот Вот Здесь Обтекание Цилиндра Вот Такое Темное Это ударная волна Визуализация А вот Вот Усики Вот Он поперек Да Поперек Мы его смотрим Вот так Проходит Вот Такие усики Ударная волна А это вот Типа молока И получается Пузырьки Настолько мелкие Они порядка Несколько Микрон Получается Вот Такая смесь Как Молоко Это вот Устройство Для реализации Ну что вот Допустим По сравнению С предыдущими товарищами Нам удалось Реализовать Устойчивые режимы В течениях Пузырьковых Я сказал Что там При 30% Объемного содержания Переходит Поршневой режим Получается Клопки Пузырьковый режим Исчезает Нам удалось Реализовать Устройство Фактически Пузырьковый режим Реализован сейчас До 95% Фактически Пена переходит И не реализуется Вот Разделение Ну за счет Здесь Несколько Там Подходов Так Следующий То есть Здесь Несколько Приемов Это Создание Обработка Когда В ударной волне Попадает Пузырек Я сейчас Вот Ударная волна Тоже Наверное Видите Когда У нас Цилиндр Аптекает Ударная волна Здесь Пузырьковая смесь Крупные Пузырьки А в ударной волне У нас Давление Ну Как Вы знаете В школе Это Скалер П П НКТ Ну Ударной волне В твердых телах Давление Как сказать Не скалер Вообще В общем В твердом теле Там Фактически В ударной волне Тоже Появляется Нарушение То есть Анизотерапия Пространства Там Появляется Диагональная часть Там Поперёк И Поперёк П И П Эрпендикулярные И Параллельное Давление Ну а Сдвиговое напряжение Которое Разрывает Пузырьки Это П Минус Вот Еёное Нарво То есть Когда пузырёк Попадает В такую Анизотропную Среду Его разрывает На части И Первоначально Миллиметровый Пузырёк Получается Пузырьки Там Несколько Микроб То есть Таким образом И плюс Создаём Интенсивную Турганизацию Так как Если Допустим Поток Такой Скорость Скорость Пузырьки Колесцирует И Получается Получается Ну Давайте Дальше Ну Собственно Я То что Вам Говорил Откуда Появляются Ударные Волны В пузырьковой Среди Это Стример Пробой На пузырьке Который Порождает Ударные Волны Это Распространяется Разряд Типа Молнии Только Молния Видели Линейно Но только Молния Очень маленькая На небольшом расстоянии Это Молния Это Лидер И всё Вот Вот Молния Молния Что за чёрная дуга Вот это Нет На которой Дерево А это Пузырёк Поверхность Пузырька Поверхность 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 Пузырька А на нём Вот это Дерево Разряд Пробой Реализуется А это Не мои Я взял из статьи Карабейника Они там снимали На очень высокочувствительном оборудовании Я хочу показать Какие процессы У нас Реализуются Это собственно То что мы реализовали Это реактор На 100 кубов час Это собственно Пламя Фактически идёт Весь Вот отсюда Движется Жидкость Это вот пена Ну типа С пузырьками Жидкость То есть На 100 кубов час По жидкости Вот этот реактор Это для Для обработки Танкерных Балластных Васильевич Да Давайте Не будем торопиться Если можно Я вот Чтобы немножко Вести аудиторию В предмет Давайте Несколько вопросов По возможностям Значит Как тут Меня сегодня Кто-то из студентов Спрашивал Вот газировка Это микропузырьковая среда? Нет Газировка там Крупная Ну и что Там в газировке Там получается Несколько миллиметров Микропузырьковая Это как молоко Чем характеризуется То есть Пузырёвка какого размера Там где-то Микропузырькова От микрона Десяти Ну тридцать микрон Тогда Непрозрачная среда Получается Как молоко А в газировке Вы же видите Она же прозрачная То есть Размер тут существенный? Да Он существенный Потому что Когда мелкий пузырёк Цвета становится Непрозрачной Как молоко Нет А кроме оптических С точки зрения механики А с точки зрения механики Я же вам сказал Вот берём Чистую геометрию Вот большой пузырёк Вот соотношение Объём-поверхность Так И берём тот же самый размер Разбиваем его На микронике Во сколько раз Соотношение Объём-поверхность Убилиться В миллионы раз А так как У нас Реакции Гетероэн Они определяются Обмен фаз И реакция Определяется поверхность Это другой пример Сказали Ну пивная пизда Можно рассмотреть Не нельзя Пена крупная И это уже не является Крупная Зато там очень много газа Мало жидкости Это Очень непрозрачная Она уже не является Не является Как бы пузырьковой средой Так как Пена Она уже Без жидкости Там очень Очень маленький Удельный Вес жидкости Поэтому она Теряет вот эти свойства Так бы Инерционности Допустим Пузырьковая среда Допустим При объёме 0,5 Да Вы смотрите Её Плотность Если взять среднюю Получается 500 кг На метр Кубический То есть Вот эта среда Она ещё обладает Мощной инерцией А какое это Характерное давление Получается Внутри пузырька Ну характерно Как Оно характерно Там же если пузырёк Ещё Несколько Микрон То там вот это Поверхностное натяжение Можно не учитывать Там есть В принципе формула Когда меньше микрона Надо учитывать поверхностное натяжение Тогда какие эффекты играют А когда Больше Там Пятидесяти микрон Этим можно принять У вас какие Размеры Ну мы работаем обычно Так В принципе мы Получали Я потом скажу Для химической Для химической промышленности Очень мелкие пузырьки Меньше микрона Но это Следующее В основном Мы работаем В зависимости От задачи Либо Миллиметровые пузырьки Либо 30 микрон Где-то Вот в этом диапазоне Очень крупные Да Довольно крупные Но есть задачи Для которых Размер не столь важен Так Ещё По поводу Скорость звука Да За счёт чего она падает Можно сказать Что скорость звука Падает за счёт того Что звук Многократно отражается По-моему, да Так толком Там Понимаете Отражается Я не знаю Скорее всего Там есть версии Что это из-за извилистости Это просто низкая жёсткость Да Из-за извилисто Есть версии Толком там Физического проблета Если они другая цепочка И жёсткость низкая Если смотреть Локроскотически Получается низкая жёсткость Если смотреть Микроскопически То видимо То же самое Получается За счёт Многократного Ну да Есть такие версии Что это Извилисто Многократная Россия Вот собственно Я вам покажу А вот вы говорите Размер пузырьков Как вы измеряете Микронные Размеры Это мы микроскоп измеряем Специально Допустим У нас Есть установка Микроскоп Смотрим Потом У нас есть Специальная программа Распознавания Образов Мы Выделяем Объём Потом Есть специальная программа Которая Строит Распределение По-разному То есть через микроскоп То есть через микроскоп А какие ошибки Ну вот Мы для нефтяников Делали У них задача Была такая Давайте Вперёд заберу Есть проблема Увеличение Нефтеотдачи Пласту Вот у вас допустим Что берут сейчас Из пласта 30% Всё остальное 70% Остаётся Под землёй То есть больше Под нынешними технологиями Затем Но сейчас Появились Некие технологии Это Гидроразрыв Полоста Заканчивают Воду Разрывают Пласт Появляется Каверна Ну и оттуда Тогда можно Извлекать дополнительные Трещины Появляются Крупные Извлекают Но кроме Крупных трещин Появляется Много мелких А вы знаете Коэффициент поверхности Мелкой трещины Если Эффект Смаченности Есть То Никакой силы Оттуда Не излечу Поэтому есть Технологии Закачивать Жидкость Мелкими Пузырьками Мелкие пузырьки Попадают В эту Микротрещину Забивают И нефть Стекает В этот Крупный разрыв Откуда Ее Извлекают Таким образом Можно еще Извлечь дополнительно 15-20% Нефти Ну это вы представляете Какая экономия Колоссальная Не надо Гелоразведку делать Потом не надо Бурить скважину Вот То есть Огромная экономия На вот эти То есть в принципе Мы такую технологию Разработали Вот На основе Там Обработкой Акустикой Вот Используя эффект Резонанса Вот То есть мы получили Пузырьки Где-то уже Доле микрона Эти пузырьки Чем меньше Чем они Дольше сохраняются То есть у нас Вот эта Молочная смесь Она неделя стоит Ну вот я сейчас Покажу Значит у вас в первую очередь Вода Или вы и с другими Нет Работали с керосинами Просто Тогда не успел сказать Но я сейчас Покажу картинки Насчет промоточного Дверь Мы работаем с нефтями С керосинами Довольно широкий спектр Не только с воды А можно наоборот Вместо Вместо Пузырьков Газов Жидкости Капли Жидкости Делаем такое Следующие Доплатные Долгоживущие Плазменные Образования Получаем В таких Средах А если Набор мелкокапельного Среду Там то же самое Тоже Такая же Самая Вот Фортов Допустим занимается Они полевой плазмой Там То же самое Для вот этой плазмы То есть для этих Пыринок Очень низкая Скорость звука Они Тоже там Но они правда Другую область Их интересуют Вот эти плазменные Кристаллы Но там такая же Проблема Такая же формула Для скорости звука Только стоит не рожая Тристика А рот твердого тела То есть ну или там Капли или там Пыринки То есть стоит Уже Капли Та же самая Форма Это можно посмотреть Монографию Энигматурин Академика Там все это излучено Ну вот следующее Вот собственно Рачки Вот Это вот Рачки После обработки Ну то есть в общем Тут плавают только Обогренные организмы Ничего нет После обработки Вот таким То есть Практически Через это пламя Пройти здесь Невозможно А эти Пробои Они Происходят там Где какие-то неоднородности Да Неоднородности Там Пузырьки Они же Деформируются Получается Между ними Это Я имею в виду В том плане Что Из всего Объема жидкости Нагревается Очень незначительная часть Ну А мне гарантия Что именно в эту Незначительную часть Жидкости Попадет С рачонками Нет Ну там же получается Объем-то большой Как мне Значит там Пленка А разряд Эффективная поверхность Понимаете Фактически пленочка То есть Уйти от Возмездие там невозможно Не весь объем Ну там Кроме Кроме нагрева Ударные волны идут Акустика Ударная волна 5 км в секунду Чтобы представляли Допустим Человеку Достаточно Чтобы его разорвало на части Перепад давления Всего 0,2 атмосферы Ну Естественно Здесь 5 км в секунду Там Перепад давления сотни атмосфер То есть Ударные волны А там ударные волны За счет Усокой скорости течения Да? Нет Стримеры Все время идут Многократные стримеры Пробой Пробой Генерирует ударную волну От километров До 5 км в секунду Да А он генерирует В том же направлении То есть стримеры Нет? Да они хаотические Идут эти стримеры То есть там Сплошной хаос Пробой идет То есть там же все Пульсирует Турбулентно Вот стример идет Но там волна Она как Она 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 Распространяется Расширяется А Как на следующий Перекид Ну Следующий Следующий А почему температура Расплакает У нас на верх А А Ну Не Так следующий Ну Надо отсюда выйти Ну да А Вот это Следующий Следующий Я что-то разъемная часть Ну будем считать Что Я ответа не знаю Это экспериментальный факт То есть То как Вы представляете Что Среда сложная Гетерогенная Там и плазма И вода И газ Вот Ну Там Сказать что там все понятно Есть экспериментальные факты Я здесь в данном случае Как сказать Ну Как бы Как экспериментаторы Использовать для Применения То есть Ну Промышленности Это как сказать Для молодежи Как сказать Фундаментально В плане здесь Ну вот собственно Применение Активированного Полиского топлива Для В авиации Топливного Химической промышленности Вот Если Вот допустим Вода Мы считаем что Она не сжимает И в принципе Вы знаете что вода С большим давлением Влопнет сосуд Она не опасна Если Влопнет Раз Задом Сосуд Ну Вот Собственно Жидкость Она Нечто Приобретает Свойства И вот Если Допустим Струя Вот Струя Воды Возникает В газовое Пространство То это Большой Размер Когда Она Разобьется На каплю Энергию Для того чтобы На мелкие капли Разварить Значит Она очень большая Если у вас Истекает Из отверстия Струя Газодисперсная То она Фактически Взрывным образом Расширяется То есть Фактически Получается Вот У нас Все Все Вылизывается И у вас При стечении Сопла Жидкости Или Газа У вас Идет Цепь Косых Скачков Тормозить Поток Водород То Реакция Водород Наверное Химию изучали Х2 Плюс Водород На самом деле Суммарная реакция На самом деле Цепная реакция Идет через 50 последовательных стадий И чем больше радикалов Тем быстрее идет Эффективная реакция Тот же самый Казалось бы H2O Чего у вас В химии Наверное Плюс Водород Вот Простоя Водород Это суммарная реакция На самом деле 50 реакций Потому что там Низкие геологические пороги Да так выглядит Ну да Цепная теория Даже H2 плюс хлор Тоже цепная реакция Она идет Не H2 Получается А через 5 стадий Ну это известно Можно посмотреть Более серьезные Учебники Физической химии Там все это есть Теория цепных реакций Ну и то же самое Тот же самый Бензин Или кориосин Он горит по цепному механизму Там правда пишут Вплоть до 1000 реакций Вот этих цепных На это мы не верим Потому что Константы скорости Этих Случилось туда 100% Поэтому там Все моделирование Так Ну люди занимаются Ладно Ну собственно идея какая Нарабатываются Активные Центры В этой реакции И тогда Вот это топливо Оно более эффективно Горит при низких температурах Это я вам скажу Проблема Широкодиапазонного Прямоточного Дверия В чем проблема состоит Вот потому что Восхозапонники Активные центры Это что? Активные центры Ну радикалы Вот у вас Молекула Бензина Или там Керосина Разрывается Пополам Образуется Свободные Радикалы Она естественно Молекула Церкает Кислород Очень хорошо Ну и выделяется Дополнительное тепло И что инициирует Продолжение Цепной реакции Странная смесь Поджирается Ну Ну Это вот наш Горячий стенд Я вам покажу Чтобы Вот смотрите Вот же Небарботированной Струей Ее очень трудно Поджечь И вот начинается Пламя Вот вдоль поверхности Вот эта струя А здесь вот пламя Барботированная Струя Она сразу взрывается И она вот Мощный такой Вот Таким образом нам Удалось Поджирать На сверхзвуковом потоке Довольно небольшом При температуре Реализовать Своё звуковое горение При температуре 1,8 градуса Ну то есть На большой высоте Это вот Ну В чем проблема Я еще скажу Прямоточного Антиплетия Широкодиапазона Тут При числах Махах Трех Я уже говорил Что отношение Скорости движения Скорости звука Вот Самолета Вот Температура В воздухозапорнике Очень низкая еще Для того Чтобы инициировать Вот это горение Керосит Вот таким Используем Вот эту пузырьковую технологию Казалось бы Нехитрую Можно Вот Двигаться дальше На заработке Вот этих Широкодиапазонных Прямоточных Ну давайте Это вот Ясно Я Мастер Ну это вот Собственно сам Двигатель Это вот Сопло Это прямая часть Ну это вот Уступ для стабилизации Горения Все собой представляет Прямоточный 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 Модель Скрэмджет Так Следующий Ну Я буду Наверное Еще Немножко Ну Сейчас Немножко Вот здесь Скажу Ну Эта Пузырьковая технология Нашла Своё применение В разработке Мощных Взрывчатых Веществ То есть Нами Через пистех Здесь подан патент Мы разработали ВВ Которая Цена его На уровне В общем-то На основе Селитра Считается Самоанналог Который Применяется В карьерах Вот Цена его Где-то там 100 рублей За килограмм У нас та же самая цена Но стоимость Мощность Несколько раз Выше То есть Это открывает Возможность Для создания В этой вот Ну Эти вода Были На основе Распыления Щелочных металлов Мы занимались тем Что натрий Допустим Бросали на поверхность Воды И он бегал Вот так Ну Он так бегает И просто горит Но если его Мгновенно распылить Мы не будем говорить Каким образом То он заливается Ну вот собственно А что на картинке Это было? А это Вот это Это идея того Потому что Если Это вот Первое В аквале Это струя Давление Здесь везде Одинаковое Исходное Давление везде Одинаковое Это струя Газа Истекает В воду Это струя Газа А это Струя Газодисперстная Вы видите Насколько больше Дальнобойность То есть Газодисперстная струя То есть То есть Это на дне В варё Да Водан В другом случае В другом случае Газ Газ Пузырьки То есть Дальнобойность Струи Газопузырьковой Гораздо больше И это используют Давноможен пожарники Они тушат пожар Газодисперстную струю У них Расовые такие Есть Для тушения Ну Они Не просто Водой воевает то есть эта струя что, дольше не рассеивается? да, она дальнобойностью выше и из астонина распыления более мелкие пузырьки то есть не пузырьки, а капли оказывается, если очень мелкие капли воды то в виде туман тут мгновенно будет объект а снизу что за 3 капитала? ну это я просто демонстрирую варианты такие это я вот просто бросаю натрий это по большой кусок бросил натрий и он бегает по боке а это я взял, разрезал его на много маленьких кусочков и бросил и он сразу взорвался то есть показал что если сразу его большим куском бросать соотношение то что я вам говорил поверхность раздела и чем больше чем меньше вы разрежете объект тем быстрее он проверяет правильно ли я понял что тут получается что если мы запускаем газ в струю жидкости с пузырьками то можно получить уже обратную ситуацию когда будет струя газа с капельками да, можно и дальнобойность я просто на таком примитивном уровне продемонстрировал физический эффект просто вода газодисперсная смесь насколько она выше пробивает а почему она длиннобойная ренольце больше нет? ну получается да, ренольце больше из-за очень мало яскости получается что так ну вот собственно я показываю вот все что реализовано впервые в мире мы реализовали объемную детонацию в воде ну наверное следующий показ так ну я буду заканчивать я сам он ну ладно, это я наверное оставлю и он все сможет как коротко покажу а то уже некоторые ну вот плазмоиды вот типа солнышко горит это объемно диффузионный разряд в пористой среде вот типа объемно диффузионный разряд в пористой среде ну вот собственно вот типа полукоперанца получается как на солнце с точками вот это происходит но это применение объемно диффузионного разрядов ну для практики в промышленности на многих производствах допустим сыровареным молоковареным там проблемы стафилококковой инфекции надо обрабатывать горячим перегретым паром собственно вот здесь поступает вода горит разряд а здесь выходит перегретый вот здесь перегретый пар вот здесь заряд горит объемно диффузионного на выходе идет мгновенно получается пар то есть температурой 170 градусов вот и что разряд ты делай подогревает вот вода поступает вас непрерывным током. А где здесь мелкие пузырьки? А пузырьки здесь, вот здесь мембранка, вот отсюда поступает вода, вот с этой стороны, внизу пористая мембранка из титана поступает. Газ. То есть разряд горит в этой среде с пузырьками? Да, с пузырьками. И вот пар и газ выходят вот из... А зачем нужны пузырьки? Почему нельзя его... Нет, в воде вы не зажёте разряд. Без пузырька разряд объемного диффузиона в этом состоит, ноу-хау. Что если вам зажигать в воде, то можно зажать в воде, но для этого вам надо приложить напряжение где-то 30 кВт. Понимаете, при том же расстоянии между... А здесь сколько пульсов? А здесь мы работаем, у нас где-то работаем, ну, в зависимости от солёности, от 1000 Вольт до 600 Вольт. Если вода солёная, мы, в принципе, и работаем с солёной водой. Там, то в солёной воде, например, получается, дождь не сохраняется, а падает напряжение солёной водой до 100 ток. То есть, допустим, в солёной воде 220 Вольт или 200 Вольт, а ток там, допустим, 10 Ампер. А если вода не солёная, то там получается 1000 Ампер, а ток где-то 1 Ампер, пол Ампера в зависимости. Ну, вот, собственно, здесь подали нам много подтектов, я потом покажу в конце. Ну и в конце, наверное, самое интересное, а не, наверное, чего меня сюда пригласили, мы просили, наверное, мне акцентировать внимание, это получение экстремальных температур газа пузырьковой среды. Как я вам показывал, формула, да, при скорости звуков, при скорости ударной волны, допустим, ну, 2 километра 300, 2300 метров в секунду, да, скорость звука 23 метра в секунду, дерево на 2000, получается 100, да, 100 в квадрате, это 10 в четвёртую. Если умножить на 300, ну, допустим, считаем температуру окружающей среды, 300, значит, 3 на 10 в шестую. Если немножко увеличить скорость, то получается там миллионы градусов. Пузырьков много, если они обжимаются там, при взрыве, допустим, либо ВВ, либо мы взрывали проволочку, ну, температура может быть близко, как сказать, вожделяному термояну. Ничего, как сказать, запретного здесь нет. Только их бы симметрично обжимать пузырьки. Ну, то, что я вам рассказывал на первых слайдах по теории, что как можно симметрично, если ударная волна короткая, то есть длина волны много больше, меньше, ну, порядка диаметра пузырька, то пузырёк будет дробиться, и энергией будет приходить вот в дробление вот этих пузырьков. Если подобрать черепу ударной волны много больше, чем диаметр пузырька, то возможно, в принципе, симметричное обжимание. Ну, это расскажу, в принципе, по работе Нигматулина. Наверное, слышали работы Тейлерана, там, экспериментаторов Нигматулина. Ну, чем отличается наш подход от работы Искандеровича? Работа Искандерович обрабатывала акустикой, деперированный ацетон. Ну, и в чем проблема? В том, что они фактически делали зародыш, бомбардировали альпо-частицами, то есть деперированный ацетон, на этом зародыше образовывались мелкие пузырьки, нано-пузырьки, затем этот пузырёк растягивался до миллиметрового размера, а затем происходил коллапс. В чем проблема вот такого подхода? Вот у вас был маленький пузырёк, вы его растянули, там почти мало получается, вещества почти нет. Даже если он потом и схлопнется в дождь, будет температура, вещества-то мало, вероятность реакции, она же претензируется не только температурой, но и плотность, там, по критерию золота. Вот есть, потом они, правда, там другие подходы создавали, не только единичный пузырёк, а кластерой пузырьком. Ну, собственно, эта деятельность есть, и есть работы, что они, как бы, там получают нейтроны. Ну, учёные спорят, если там нейтроны или нет, то работа эта идёт, в США группа есть, мы, и у нас там работают, в Катарстане, по-моему, в Катарстане группа. Чем наш подход отличается? Мы обрабатываем полистую среду с пузырьками ударными волнами. Кроме того, ну, в акустике процесс создания пузырька с пузырьками, оно как бы связано. То есть у вас пузырёк родился, да, вы его растянули, а потом тем же самым давлением вы его обжимаете. И более того, что проблема, та же самая проблема, что и у нас, длина волны должна быть акустической, много больше диаметра пузырька. А это что означает? Что ультразвук вы примените не можете. Вам надо акустику применять с достаточно большой длиной волны. Поэтому дельта-п начального, у них небольшое, 40-20 атмосфер. Это как бы ограничивает метод. Кроме того, начальная энергетика, кроме того, вот я то, что сказал, вакуумирование вот этого пузырька настолько велико, что вещества практически регировать нет. Мы создаём то, что у нас ударной волной обрабатываем, нам не нужна акустика, это фактически процесс отдельный процесс образования пузырьков. Процесс образования пузырьков, как мы, мы сначала насыщаем дейторированную жидкость, тяжёлую воду дейторием, под давлением, а зачем близко сбрасываем давление? Ну, не до вакуума, а фар-вакуума, где-то одна одна десятая атмосферы. Одна десятая атмосфера, вещества там ещё достаточно много, даже не одна десятая, одна сотая атмосфера, там вещества ещё очень много. И затем кольцевым разрядом обжимаем там ударной волной. Мы на начальном этапе, вот смотрите, здесь, если акустик обрабатывает около 40 атмосферок поршень движется, то у нас 10 пятая атмосфера. То есть чудовищные поршень обжимаются чудовищной силой вот эти пузырьки. Причём, я бы сказал, что вещества там в этих пузырьках там не вакуум, а фар-вакуум достаточно много. Ну вот, и такая теоретическая предпосылка. Дальше это вот экспериментальная установка. Вот, это вакуумный пост для откача из двух частей создаёт пористая мемфранка для барботирования тяжёлой воды. Здесь вторая часть для того, чтобы сбросить, образовать вакуум. Вот, ну это для подачи диетерии, чтобы барботировать под давлением. А это источник питания. Здесь вот кольцевая проволочка, чтобы проволочка такая, полукольцом, для того, чтобы реализовать кольцевой разряд. Вот, в кольцевом разряде вот там прямо у нас ходится, вот там образуется лямбная ножка, ну и аккумуляция не только за счёт того, что пузырьки склопаются, но и за счёт азодинамической аккумуляции вот самой ударной волны, потому что сходящаяся ударная волна, она как бы аккумулируется. Ну вот, вот, собственно, здесь почти что ангел получился. Это образ скрилен, на этом хорошо видно. Это микропузырьковая смесь, это перед тем, перед обжатием ударной волны. Ну, это вот, собственно, источник питания. Ну, это, собственно, то, что мы получили. Вот. Что по осям? Так, по осям это каналы диагностики. То есть это вот излучение идёт, гамма-излучение. Я сейчас расскажу методику. Я, наверное, всё-таки, что по осям. По осям число импульсов, так, которые гамма-спектрометр меряет. А по этим каналам. Вот эти каналы, эти жёлтые, это соответствует излучению Индии. Я, правда, не сказал сейчас, одну секунду. То есть по горизонтали что? Длина волны, частота? Ну, да, фактически, будем считать, что это частота, длина волны. Частота растётся слева направо. Да. По вертикали интенсивность излучения. Интенсивность излучения. Я сейчас покажу, только я немножко не сказал, методику измерения, наверное, неправильно. Вот вначале Нигматурин с товарищами использовали счётчики гелий-3. Но счётчики гелий-3, я вам немножко расскажу, это, они очень сильно реагируют на разряд. Если, допустим, есть у вас излучение нейтронов без, как сказать, без разряда, они прекрасно работают. Но если у вас вспышка разряда, он регистрирует вспышку разряда, он не меряет ничего там. Что такое-то, сколько. Мы использовали Индия, активационный метод. В чём заключается активационный метод? Индия при поглощении, имеет огромное сечение поглощения нейтронов. И этот, потом, поглощая, не поглощая нейтроны, образуется изоток, изомер этого Индия, который в последующем распадается с излучением гаматмана. Перед у нас спадом 54 минуты. То есть, фактически мы делали, попадали на активационный метод, затем бежали в другой лабораторию, чтобы наводить 50 метров от этого, и у нас стоял гамоспектрометр на основе кристалла натрия. Здесь излучение гаматмана из Индии распадался, этот изомер, с излучением гаматмана. И затем, собственно, у Индии есть свой спектр излучения, при этом и мы регистрируем эти гаматманы. Вот, собственно, неактивированы. Я, может, методику не буду рассказывать. Вот здесь эффект небольшой, но он не должен быть большой, потому что даже такое небольшое превышение довольно серьезный там, как сказать, идет. То есть, эффект в том, что эти две кривые различаются? Да, они различаются. Вот здесь получается вот это синее, это вот фон фиолетовый, а синее это вот то, что получается спички есть. Пички небольшие, потому что как вы работали? Система такая была, для того, чтобы персонал, защита была не очень хорошая, для того, чтобы персонал не получил поражения, то мы работали фактически воздействием, получали это инди, а затем уже гамма-спектрометр стоял в таком большом свинцовом ящике, для того, чтобы уменьшить фон излучение естественной радиоактивности от Земли и из космоса, для того, чтобы понизить нулевой фон, ну понятная идея такая, чтобы понизить излучение от окружающей среды, это все находилось в большом свинцовом ящике, поэтому было превышение не над фоном, который естественен, а над фоном, который находится в свинцовом ящике, с толстыми спинками где-то сантиметров 10. Но все равно даже были получены такие довольно мощные потоки нейтронов, то есть это вот потоки где-то 10.9, 10.10 довольно серьезные истории, но это в коротком линейке, не постоянно, а в коротком линейке. Ну вот, собственно, я на этом закончу, вот, ну, то есть пузырьки, это явление сомерной эссенции, поток, кавитация и проблема износа грибных винтов, то есть износа винтов, лопастей, насосов, все эти кавитационные пузырьковые вещи, они широко не деплины в технике. К сожалению, я вам могу сказать, движение тела в каверне, вы слышали там ракеты, торпеда, шпал, которая со сверхзвуковой скоростью под водой идет, снижение сопротивления там несколько раз получается. Все эти проблемы технически более-менее решены, но теоретического, как сказать, задела в этих вещах очень мало, потому что среда настолько сложная, газ, жидкость, плазма, ну, и какие-то там теоретические подходы очень трудно найти, поэтому зачастую вот эти все наши исследования, особенно в этих объемно-дифузионном разряде, основаны на интуиции как инженера, ну, и на какой-то практике, ну, и на каких-то вот прикидках, речь на какой-то какой-то строй идеологии. Хотя теория немножко есть, потому что я вам рассказывал, решение задачи о структуре и распространении ударной волны в кузырьковой среде, это нам очень сильно помогло в создании новых технологий. Кстати говоря, так, что тоже сейчас ударная обработка нефти, сейчас нефть кончается, но очень много тяжелых нефтей, как аспальтема, которые можно обрабатывать в присутствии пары воды в учет легких фраз, керосин, бензин и тому подобное. Поэтому, в принципе, в музыке работы востребованы как фундаментально, так и в прикладном плане. Можете, не все, не успел все рассказать, но если есть вопросы, все, я с вами достал. Просто, разумеется, ну, давайте. Алмазы-то у вас случайно не получаются? Не, насчет алмазов, не, если... В риске керосине, то в чем будет? Не, алмазы получают, но при взрывании гексоген, получают наноалмазы, это известная технология, взрывается рычажка, а потом получают технические алмазы, они, как сказать, для абразива на резце, наносим. Я имею в виду с вашими исследованиями это не стыкуется. Не, ну, задачи такой не было, достаточно задач таких, которых, вот, это же все востребовано, то есть, в принципе, все задачи шаровых молний не получаются. Шаровые молнии получаются, не шаровые молнии, получается, получается, газо в капельной среде. Идея так не новая. Тесла еще великий получал таким образом долгоживущие плазменные образования, и мы взяли у него. Он испарял воск, потом воск конденсировался и облучал, и воздействовал на него разрядом. На этот воск садились электроны, а волокон воска тоненький, получался коронный разряд и создавалось нечто такое подобное, как светящееся образование. То же самое, вот сейчас, то есть, какой-то, получается, корок из-за волокон. Да, тончайших волокон, микро-нановолокон. Я сейчас нарисую, но, допустим, у вас коронный разряд, вот, острый большой. Поэтому даже между, если очень небольшой напряженность полей, возникает локальный разряд. А если у вас вот такая лития, тоненькая, на нее сидят эти клоны, вот они сметятся. А если этих видите, немного, то вложился такой клубок. Ну, как сказать, хорошо новое, забытое, старое. Мы просто подкорили то, что тесты делали. Но это уже не относится к теме данной. Я могу дать свой сайт качественной рекламной. Там можно посмотреть и молнии, некие вещи, которые сюда не попали. Я давно работаю в науке. Наверное, лет 35, поэтому начало сделано. Вот такой закономерный вопрос, что раз аудитория студентов, то, наверное, надо сказать, берете ли вы студентов, дипломников, если берете, то какие требования в каком-то задачи, нефтехимии, потом нефтепереработки, нефтедобыча, там деньги крутятся. То есть меня студент неплохо замечает. Поэтому мы берем направление не только мою плазменная аэродинамика есть, но это отдельная песня. Снижение сопротивления за счет при обтекании клиент, в этой теме не участвовал, но я просто рассказывал. есть медицинские применения плазмы, это у нас Василий занимается, Михаил Николаевич. Так что есть теоретические разработки, то есть там решать сложнейшее уравнение там амес сопротивления вольцмана. То есть есть вот это логистик, что это? Ну да. Мал, так же, да. А есть ли в связи этой тематики с метаматериалом? С чем? С метаматериалом? Я правда не знаю, что такое метаматериал, если может и есть, я не знаю. В принципе мы там получаем вот скопильный ну это уже к этому не относится, можно посмотреть, мы получаем кристаллы с аномальной формой при обработке ну это газокапельной жидкости распросовом, когда пролетает через плазму кристалл, ну это уже может если интересно такое коротко скажу, кристалл он зародыш раздается, вот у вас затравка есть, допустим, и дальше не будет строиться а в плазме там не сильно неравновесные условия образуется некая хитрая конфигурация которая дальше в растворе растет и мы получаем там допустим поваренная соль обычно кубики а мы получаем пирамидки там трехугольные четырехугольные потом пятиугольнички то есть у вас получается все сиеметрии пирамидки да, неравновесные условия там же тысячи вариантов которые могут выстраиваться в равновесных условиях реализуется кубическая решетка в неравновесных можно назвать ровно это отдельная песня если интересно там у меня есть публикация на этот счет так что мы уже наверное вышли так я собирался только насчет пузырьков говорить это уже другая песня как долго может поддерживаться микропузырьков стая вы знаете оно в динамике все единственное что когда очень мелкие пузырьки мы работали для нефтяников когда комбицинили эту компанию им нужно было получить пузырьки меньше микрона для чего мелкие пузырьки они действительно там в общем неделю не сливаться а им надо скважину 2 км глубиной закачать эту пузырьковую смесь и пузырьки не объединились не колесциновые а чем крупнее пузырек тем быстрее они колесциновые мелкие чем меньше пузырек тем эти большие пузырьки очень быстро колесциновые еще а в каком порядке энергии требуется чтобы создать пузырьки ну вот я вам скажу что мы тут энергия равна когда приходили инкоминженеры к нам у них устройство в зависимости от вашей смекалки и как сказать воображения инженерного вот они приходили в насос у них был 200 атмосфер поливочный ну и нашей компрессорной станции на 110 атмосфер не хватало чтобы там поддержать пузырьковый режим ну когда мы явление резонанса использовали то есть настроили сделали контур колебательный типа свистка то струят газодисперст в отборе и обратную связь настраиваете на резонанс ну там смотрите спектр на компьютере через через пастиллоров и когда усиливается высокочастотная область резонанс вы получаете мелкие пузырьки вы знаете что даже ребенок маленький может раскачать качели или допустим из курса школы через мост стандартный служба это солдат мост многотонный рот поэтому используя резонанс то есть все зависит чем мельче пузырьки тем больше надо вложить энергии то есть мелкие причем еще мелкие но с малой концентрацией мы получаем у нас на кафедре есть лабораторка где 10 микрон ребята меряют скорость звука но объемное объемное содержание порядка полпроцента и то скорость звука полпроцента а скорость падает в 10 раз вот в воде допустим полтора километра в секунду а меряют скорость звука полпроцента всего 1% этих микропузырьков а скорость 150 метров в секунду это у нас идет в лабораторию делать установку а если вам допустим как вот для нефтяника нужно было 18% и от таких мелких там уже надо давление то есть если на входе допустим у нас на лабораторке 6 атмосфер то там 100 атмосфер ну вот оценивать у вас сколько у нас больше 15 раз наверное это зависит от диаметра пузырька и концентрации объемных газосодержания то есть ясно что по крайней мере надо создать поверхность этих пузырьков ну да и у нас есть коэффициент поверхностного натяжения коэффициент пропорциональности поверхности ну там от двух параметров зависит от диаметра и объемного газосодержания то есть от этого процесса сколько энергии идёт действительно на создание поверхности а сколько идёт впустую ну получается так что 18 процентов ну получается вот где-то 18 процентов 18 процентов у нас то есть получается 82 процента проскакивает 18 процентов получается объем газосодержания остальное впустую ну чудес природе не бывает даже 18 процентов никто не может получить 18 процентов получить это большое число таких металл но это вот я сказал что это не баловство серьезная задача увеличение нефтедачи скважин а как вот они получают эти пузырьки внутрь а пузырьки внутрь жидкости ну делается первоначально делается многостадийный процесс вот есть полистые мембраны которые вот у нас устройство вот здесь подается жидкость через трубочку вот здесь полистые мембраны полистые мембраны они продаются там у института Бочвара это раньше отделение Курчатника они их раньше делали для разделения изотопов а сейчас продают мы покупаем это печеный титан это шарики титана ну мелкий там 10-100 микрон шарики они вспыхаются вот получаются вот такие звезды пузырьков на поверхность образуются мелкие пузыречки ну это вам еще не означает что допустим у вас 100 микронная пора и вы что получите 100 микронный пузырь там все зависит еще не только от диаметра опоры но и от смачивания то есть он если смачивает поверхность он не отойдется до тех пор пока сила вот этого смачиваемости не превышит ну сила архимеда не превысит смачивания поэтому мы что делаем допустим чтобы пузырьки были мелкие для того он выходит а мы его с струлей воды сдуваем образуются уже первичные мелкие пузырьки допустим один миллиметр здесь стоит инжектор струя ускоритель а здесь ударно-волноноги геронтов то что я вам рассказывал на ударной волне миллиметровые пузырьки разваливаются до 10-15 микрон вот такое устройство то есть вы получаете скорвокрупные пузырьки просто банальным продавливанием через сито да через сито а потом их дробить в ударную волну ну да так через сито не получится ну вот такие методы это у нас запатентов я могу показать сколько у меня по этому поводу сколько пациентов что у вас может быть как сейчас держите что там не хочет наверное если скейт не хочет а нет сейчас я покажу сколько патентов что вопросы то есть и поэтому так ну это не для хвастовства так если кто заинтересует вы мой сайт можете посмотреть там все публикации есть на эту тему. И патенты можно посмотреть, кто интересует эти работы. Ну, собственно, патенты, вот на сайте можно посмотреть. У кого 20 патентов на эту тематику? За сколько лет? Я же давно сказал. А, то есть вот лет за 30? Не, ну эти последние пузырьковы у меня просто лет 15 послили. А так там другая была деятельность. То есть чуть больше, чем по патенту? Ну, последний год, в прошлом году 7 патентов сделали. Ну, у нас просто и тут, у меня коллектив большой, я же не один работаю. Лаборатория на Белоруссии здесь работаю. Тематика интересная, перспективная. Мы же работаем с железом. Базовая кафедра у вас при ФАКИ? Да, в кафедре физической механики. Ну, у нас не базовая. Кафедра физическая механика, она факультет образующая. Это СОУ, да? СОУ, это активирует. Член корреспондента, академии наук. Зам. директора института высоких температур. Но она выпускающая. Да, она факультет образующая. У нас были две факультета образующие кафедры. Я еще, по-моему, еще декана факультета, я не знаю, как она называется. Слея Серафимовича. Приглазной механики. Да, вот две факультеты образующие. У нас не базовые. У нас факультет образующий. У нас инструментальные установки здесь все на физической механики находятся. То есть никуда не ездить не надо. А, нет. Ну, вот там стоит, как вы знаете, как в котельно идти. Уколовоенные кафедры. Уколовоенные, не доходя военные кафедры. Похоже на военные, такой же белый кирпичный сгар. Там такой, знаете, бак стоит, газгольта там, для вакуумирования там. Все звуковая труда, вот откачивает воздух. То есть бак ваш? Нет, бак не мой. Там бак занимается как раз названной ординальностью. Мне это достаточно. А алмазы взрывают в биски, да? Ой, вы знаете, их взрывают сейчас все, кому не лечу. Вот так, да? Да. То есть в биски просто я знал. Ну, да. А сейчас взрывают все, кому не лечу. Ну, они гексоген, мощную взрывчатку с органикой взрывают. Образуется наноалмазы мелкие. Но они ювелирного, как сказать, значения не имеют. Имеют техническое предложение. Мелкие. Некрасивые все. Соскребать надо. Соскребать. Ну, наносятся на листы, на абразивы, на сверлы. Вот так вот. Так вот. А для смазки это не используется, что ли? Используется и для смазки. Нано-порошки используются как смазка. То есть если он добавляет, допустим, трущичные части. Я имею в виду основную вашу тематику. Пузырьки. Да нет. В принципе, там предлагали. Ну, мы обычно для смазки, для того, чтобы перекачки нефти, табы добавляют. Идея такая. Для смазки как мы используем? То есть работа такая без загалости. Это прямо около скважины поставить вот этот ударно-волновой генератор и тяжелую вместе с паром воды дробить на более легкие фракции. Миф становится более легкой, появляется бензин, керосин. И вот тогда можно транспортировать. Я, собственно, имел в виду немножко нету, что, как я понял, вязкость среды с пузырьками... Да я бы не сказал. Или нельзя так сказать? Нет, нельзя так сказать. Нет, нельзя. Наоборот, получается, если взять Ландау, если вязкость написать, то она увеличится с увеличением концентрации примесей. Так же для пузырьков. Нет, я бы не сказал так. Там, получается, просто из-за того, что вот эта вязкость может увеличиться, но струя ускоряется за счет того, что уменьшается плотность. Проще ее протолкнуть. Вода-то у меня плотность единичка, а газодисперстность среды там она от 300 кг на метр кубический, ну, 500 кг. За счет плотности. Ну, я знаю, это достать. Ну, так, если кому интересно, там, может, на долгозивущих возьмут и посмотреть. Вот, ahdynamics.ru сайт. Там много чего я не сказал. Ну, так, у меня где-то порядка 400 или 500 публикаций в разных картах, в изданиях. Равно, правда. Ну, давайте тогда поблагодарим докладчиков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗАЕВКУ. И тогда, ну, можно будет эту видеозапись использовать, можно будет презентацию использовать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ